шалом всем мы с божьей помощью на следующей неделе приближаемся к празднику который называется рож ашана и когда мы смотрим в торе про этот праздник написано очень мало и написано я вам читаю написано в книге воикра парашат эмор там у нас написано и сказал господь мушет так говорится нам израиля и да следующее в седьмой месяц первый день месяца мы знаем седьмой месяц это у нас месяц тишрей он седьмой в первый день седьмого месяца да поскольку у нас месяца числится с месяца ниссана месяц не самый первый месяц а седьмой месяц это месяц тишрей первого дня этого месяца что у вас должно быть да и будет у вас покой во первых у нас это как такой как шаббат почти да есть покой то есть нельзя работать напоминание о трубном звуке священное собрание все с той что никакой работы не делайте да и в общем приносите жертвоприношения все что написано то есть напоминание о трубном шофаре и о трубном звуке надо слушать звук какой-то также также у нас написано это в книге бамиль бар парашат пин хас там тоже когда перечисляются как евреи во время существования храма приносили жертвоприношения там тоже написано его и в месяц седьмой в первый день месяца священное собрание должно быть у вас никакой работы не делаете кем днем трубления да будет он у вас днем трубления то есть если мы спрашиваем в нашем самом священном источнике до самом святом источнике который мы говорим в торе что это за день этот день труд надо трубить шофара или точнее слышать голоса шофара это все что написано а что происходит в этот день в принципе какой смысл этого дня у нас в торе почему-то это не написано я вам скажу например на емкий пур который у нас десятого числа седьмого месяца то есть десятого дешрея в торе у нас написано что это за день это день искупления очищения написано смысл какая должна быть у каждого еврея служба в этот день да а здесь что происходит в этот день у нас ничего не написано но это написано у нас в устной торе в устной торе то что имеется в виду в талмуде в талмуде у нас написано следующее есть оказывается четыре периода в году когда мир судим то есть происходит суд над всем миром это четыре раза всевышний собирает суд так написано в четырех в общем периода времени мир судим он судим праздник песах происходит суд и что судится в праздник песах то есть зерновое урожай судится какого качества какого качества какого количества и так далее это все судится когда в песах интересно очень потом у нас второй суд а церет а церет когда написано в мишне это имеется ввиду праздник шавуот праздник шавуот у нас тоже всевышний собирает суд и тогда происходит суд аль перота и лан тогда судят в общем какой у нас будет в общем плоды который и лан которые растут на дерево какие у нас будут апельсины какие у нас будут мандарины какие у нас будут там инжиры виноград и так далее все это судится в праздник шавуот замечательно потом у нас есть суд роша шана здесь у нас впервые мы вдруг узнаем оказывается в роша шана кроме того то что второе у нас написано это праздник когда мы слышим голоса шофара голоса трубные голоса шофара оказывается нам открывает тайну устная тора и говорить что в роша шана происходит суд над каждым человеком так написано в роша шана все судится когда в роша шана то есть и это не только евреи все человечество судится происходит суд в роша шана а что происходит суде происходит суде что какая жизнь будет у этого человека да какая какие у него будут заработки книги жизни книги смерти открываются какие воины будут какие государства будет спокойствие какие там будут войны все решается про человека когда в первый день седьмого месяца то есть наш роша шана да это уже более мы понимаем смысл этого дня это суд суд происходит это судный день то есть то те которые приходят и говорят что роша шана в общем это такой новый год замечательно судный день это емки пур это не совсем правильно или вообще неправильно потому что в наших источниках суд это именно в роша шана да есть вторая инстанция это емки пур им можно еще как-то поменять и так далее приговор который был подписан в роша шана в суде и в емки пур им это может поменяться с божьей помощью к лучшему это да но когда оригинальный суд происходит это именно в роша шана так пишет нам мишна и потом у нас четвертый раз есть суд когда всевышний собирай это в праздник суккот тогда нам судится какие осадки будут сколько осадков будут какое количество это очень важно тем более для земли израиля которая в общем весь нас урожай зависит от этого это все судится когда вот осадки судится праздник суккот так давайте повторим какие суды у нас есть да есть у нас суд который происходит на зерновое урожай это в песах есть у нас суд на плоды деревьев это в шавуот есть у нас суд на осадки как сколько дождей будет и так далее это суккот и есть суд на над каждым человеком который происходит вся судьба его решается когда на новый год седьмой месяц первого числа в торе мы узнали что этот день обязательно нам выполнить заповедь это служит голоса шофара хорошо это написано в торе а смысл этого дня что происходит заходит в этом дне нам открыла эту тайну устной торе в мишне так написано здесь комментаторы задают вопрос смотрите вот почему всевышний решил судить судить в песах на зерновой урожай что такое почему на зерновой урожай именно в песах почему как это связано то говорят нам комментаторы что песах это самое подходящее время для суда зернового урожая почему потому что песах это начало весны потому что песах это начало сбора зернового урожая поэтому у нас есть у нас у евреев во время когда был храм мы тоже в общем приносили ячмень это начало пучок ячменя который называется вот омер определенное количество приносили это в жертвоприношение делали такую специальную службу поскольку сейчас происходит суд в небесах который судит зерновой так мы делали какие-то действия чтобы этот суд был правильную сторону хорошую сторону это и потом это то есть по природе это подходит даже самое что вот это лето лето это сбор урожая который растет на дерево поэтому приносит бикурин с этого времени и так далее это все связано чтобы у нас были урожаи хорошие суд как-то связан с этой темой с природой с этим сезоном то же самое когда начинается у нас сезон дождей суккот суккот уже начинаются дожди начинается в израиле дожди и тогда мы тоже приносили в праздник суккот была особая заповедь которая написана муше нам сказал это закон который был сказан моисею на горе синай это возлияние воды на жертвы нет который мы возлияли весь праздник суккот черпали ее воду специальной речки которая была в городе давида и оттуда шли с радостью потом черпали эту воду и возле было возлияние на жертвы все замечательно поскольку это сезон начала дождей здесь задается вопрос почему всевышний на именно на новый год который наш еврейский год решил судить нас судить каждого человека я более того сказал мы привыкли что новый год у нас это все-таки самый такой праздник веселый и так далее а здесь вдруг нас судят это нам не очень понятно и наоборот казалось бы зачем нам портить настроение казалось бы новый год должен быть такой самый веселый самый красивый самый удачный который располагается друг друга и стол накрытый красивый пожелание красиво а здесь все портят настроение приходит устная тора и говорит суд вау и поэтому действительно мы готовимся к этому суду это не просто так сфартские евреи уже с начала месяца элюля то есть 6 месяца весь месяц говорят шофаром это обычая трубить шофаром для того что мы проснулись пробудились исправились что мы как-то более прилично в общем пришли к этому суду зачем почему как это связано если мы сказали все остальное это в сезоне сезона суд сезона там зернового урожая сезон плодов сезон дождей какой сезон здесь почему именно сейчас всевышний решил нас судить этот вопрос задает рабей нунесим и многие комментаторы и он говорит следующее очень интересно он говорит два объяснения я скажу есть вообще большой большой спор между раби элиэзер и раби ягушуа раби элиэзер и раби ягушуа спорят между собой когда был сотворен реально мир мы знаем что с божьей помощью мы будем отмечать пять тысяч семьсот восемьдесят пятый год будем отмечать заканчивается пять тысяч семьсот восемь четвертый год так значит вот столько-то лет назад был сотворен мир а когда в какой месяц он был сотворен так есть мнение раби элиэзера есть мнение раби ягушуа раби элиэзер говорит что мир был создан когда в тишрей то есть первого тишрея но он не был создан первого тишрея а всевышний начал творить мир двадцать пятого элюля то есть двадцать пятого и на шестой день шесть дней бог творил этот мир на шестой день он сотворил буквально все да и потом у нас был шаба да так что всевышний сотворил на шестой день он сотворил человека после того как всевышний сотворил все творение всех животных всех растений всех там я знаю там звезды все так далее и так далее самом конце да самое главное то что всевышний сотворил это сотворил адама сотворил человека так говорит раби элиэзер то есть по мнению раби элиэзеру когда был сотворен человек то есть все мы наши наш отец и наша мама в том числе была первый человек адама решен и хавахава они были сотворены в роша шана наш роша шана и что произошло в этот роша шана говорит нам мидраж мидраж приходит и говорит удивительную вещь вы знаете всевышний сотворил человека выходит на шестой день да и это было первого тишрея и мидраж нам очень четко по часам говорить что произошло в этот день когда я говорю по часам это имеется ввиду дневное время и говорит нам я вам читаю я вам читаю то что написано мидраж написано так и кстати когда мы молимся в общем мы говорим на наших молитвах что все вышли ты создал в общем этот мир и так далее мы имеем ввиду ты создал этот мир в роша шана имеется ввиду когда ты закончился творить творить этот мир когда ты создал человека поэтому на молитвах наших которые будем упоминать в роша шана что это день который все вышли и так далее хорошо да адам арешон шебу нигмара аулам невра бейом шиши да айну бе-хад бе-тишреи то есть е-хад бе-тишреи первое тишреи был создан человек и там написано ша-а-решона что происходило каждый час ша-а-решона ала бе-махшава первый час этого дня то есть роша шана у всевышнего тогда это первый адам был сотворен и что происходило да ша-а-решона ала бе-махшава первый час это был замысл всевышнего сотворить человека опять-таки мы не очень понимаем что значит замысел и так далее но был так говорит махшава был замысл творца о надо сотворить человека второй второй час он посоветовался с ангелами то есть всевышний несмотря на то что он все знает от этого мы должны тоже учиться даже мы все знаем все понимаем надо советоваться так же и всевышний во второй час этого дня первого тишрея он когда был создал в общем идет творить человека он посоветовался с ангелами да это второй час третий час башло ша кинес афаро третий час он собрал прах собрал прах потому что мы созданы из праха со всего мира он собрал прах в четвертый гибло в четвертый он начал месить этот прах опять-таки мы не понимаем что это имеется ввиду но я вам читаю то что говорит нам на говорят нам мудрецы и мидраж в шесть пятый час рикмо пятый час дал ему какую-то форму шестой час он уже был голем то есть был человечек и да и в шестой час седьмой час он вдохнул душу все уже в седьмой час у нас был полноценный человек да и наверно в этом периоде произошло все эта история разделил мужчину женщина и женщина тоже была создана в восьмой час их низолей ганны на восьмой час в но coup у лобл ганны здесь надо точнее сказать что произошло потому что в ганны дед в райском саду произошло на восьмой час это irgendwas сейчас он был уже создан на восьмой час здесь вышιем говорить ему вел его гони д不同 чего и на девятый час нецтова. На девятый час Всевышний ему заповедовал. Что заповедовал, служит говорит? Ты видишь, все плоды, которые существуют здесь есть, они твои. Кроме одного древа познания добра и зла, я тебе запрещаю его употреблять. Его не ешь. Это было в девятый час. В десятый час савах. В десятый час он уже согрешил, уже съел. Он уже съел с древа познания добра и зла. В одиннадцатый час Всевышний его судил, и в двенадцатый час Всевышний его вывел и помиловал, и так далее. Так выходит, по мнению вот этого Мидраша, поскольку человек реально был создан, когда в Роша-Шана и в Роша-Шана это Всевышний сотворил этого человека, дал ему митцву, дал ему заповедь, как вести себя. А он согрешил, он упал. Всевышний его судил. А, судил. Значит, выходит, что первый суд в мире над человеком происходил, когда в Роша-Шана в Новый Год еврейский. Поэтому именно в этом нас, в общем, судят. Это то, что у нас написано. Да? Потом я хотел бы потом я бы хотел сказать вам, что есть все-таки мнение Раби Эли Эзера, которым мир был создан в Дишрей. Но есть мнение, и так более Аллаха установилась, что мир вообще был создан в месяц Ниссан, уважаемые. В месяц Ниссан, когда реально происходило творение человека, это не наш Новый Год вообще, а в месяц Ниссан. Так что у нас за спор между Раби Леезером, Раби Иерушевым? Так есть Тосфот, который говорит Как говорит Тосфот? Тосфот говорит Как может быть такое? Говорит Тосфот, что по-настоящему, когда был замысл Всевышнего сотворить человека, это в Тишлей. А когда реально был сотворен человек, это в Ниссан, это наш первый месяц, это в наш первый месяц был сотворен человек. А реально, как я сказал, месяц Ниссан, а замыслы. Так выходит, что весь этот мидраж, который я вам рассказал, он абсолютно не актуальный, абсолютно не имеет никакой связи с тем, то что судят нас именно в Роша Шана. Потому что даже если мы скажем был суд, даже если был суд над человеком, это было вообще в месяц Ниссан. А в Роша Шана что у нас произошло? Почему? Возвращается вопрос. Судят нас, как нам Мишна сказала, судят нас и каждого человека именно в Роша Шана. в Роша Шана. Почему? Понятно? Вопрос. Почему? Почему на Новый год нас надо судить? Не было бы лучше, чтобы мы это как-то без суда все это сделали. Все это было бы нормально или судимое, заранее или после. Зачем нам портить настроение именно в Новый год? Понятно? Понятно? Замечательно. Никто не отвечает мне? Я надеюсь, что слышит меня. Понятен вопрос. Понятен вопрос. Да. Кто? Да. Групповой чат слышно и понятно. Замечательно. Ответили, что слышно и понятно. Это уже радует. Смотрите. Приходит, говорит. Так мы давайте вернемся. Мы должны понять, да, почему именно этот день он так выделяется. Так я хочу вам сказать следующее. Смотрите. Еврейский народ, мы, после того, как мы, было у нас Синайское откровение, давайте полностью отключимся сейчас и перейдем на другое мнение и почему именно нас судят. Потому что если нас, мы были созданы вообще в месте Ниссана, почему суд тогда происходит в Роша-Шана, в Новый год? Смотрите. Еврейский народ выходит из Египта и было у нас Синайское откровение. В Синайском откровении мы напрямую общались с Богом. Без, можно сказать, без посредников. Не можно сказать, без посредников. Да. Потом это было Мошарабейну, Всевышний говорил и Мошарабейну передавал. Но само вот это Синайское откровение это было что-то необыкновенное, единственное вообще то, что было вообще в истории. После этого Синайского откровения и вот этой необыкновенной любви между еврейским народом и Богом Бог дарит нам подарок. Какой подарок Он нам дарит, Он дает нам скрижали. Это как в качестве я бы сказал, как обручальное кольцо. Да. У нас вообще Синайское откровение там гора поднялась, были светы, были голоса. Это все говорит, понимаете, как сегодня это напоминает свадьбы. Свадьба. У нас тоже есть хупа. Это символизирует то, что поднялась там гора. Хупа она разукрашена вся цветами. Написано вот это было в пустыне, но во время, когда еврейский народ было Синайское откровение, вся пустыня стала процветать, красивыми цветами, в общем, цветы все было. Это было что-то необыкновенное, красота. Был там свет. Тоже до хупу, когда берут жениха и невесту, там горят свечи, голоса, это музыка. В общем, необыкновенная любовь между нами и между Творцом. Моисей подымается на 40 дней, чтобы спустить скрижали. Представляете, как здорово все. Это все в праздник Шавот, он подымается и он спускается с 17 Томуза и еврейский народ совершили и сделали золотого тельца. Вы можете представить, какое падение, какой ужас, как наше отношение с Богом испортились. Всевышний говорит, я не хочу больше этого народа, я не хочу с ними иметь дело, я не дай Бог, хочу их уничтожить. Моисей говорит, от тебя пойдет великий народ. Все уже сравнивают это, как невеста изменяет своему жениху прям под хупой. Также еврейский народ изменил, изменяет Богу предательство Богу, до такой степени золотой телец, и мы говорим и пляшем вокруг этого золотого телца. Это был ужасный кризис, ужасное недоверие, которое произошло. И здесь сразу после этого еврейский народ понял свою страшную ошибку и пытается, надо как-то договариваться. Мошер Абейну поднимается второй раз на 40 дней, пытается договориться с Богом. Всевышний вроде как будто говорит, ну, но нету прощения полного. И последний раз, третий раз Моисей поднимается на 40 дней. И когда он поднимается последний раз на 40 дней, это ровно месяц элюля. Первого элюля, это шестой месяц, и он там находится с 40 дней до десятого тишрея. С сорок дней. С первого элюля до десятого тишрея. А десятый тишрей, что произошло? Давайте подумаем вместе. Десятого тишрея произошло заново дарение туры. Мы получили заново скрижали опять. Первые скрижали разбились дребезги, а мы сейчас десятого тишрея заново получили. То есть не только то, что Всевышний нам простил, а мы вернулись быть опять как пара со Всевышним. Одно, когда я простил, но уже те отношения не возвращаются, как я часто говорю. Часто бывает, что какая-то семья дружит между собой и так далее, поругались, поссорились. В общем, даже помирились потом, уже осадок остался, уже ничего не поделаешь. Здесь это тоже происходит. Здесь у нас как будто казалось бы Всевышний простил, но осадок остался, нам это недостаточно. Нам недостаточно Всевышний простил, мы хотим опять свадьбу, мы хотим опять обручальное кольцо, мы хотим опять вернуть ту любовь, которая была до греха. И когда это происходит, Йома-Кипур им, тогда полностью все очищено, полностью никакого осадка нету. Это Йом-Кипур, поэтому Йом-Кипур 10-го Дежрея, это радостный день, когда мы получили вот эти скрижали. Это то, что происходит исторически. Ну, как это связано с Роша-Шана? Выходит, что вот этот месяц Элюль, это весь месяц подготовки. Говорит Робейну Несим, именно Всевышний хочет судить нас, когда судья, он, в общем, более склонность его, любовь к тому, которую он судит. И когда это произошло, именно в эти дни. И говорит Робейну Несим, может быть, именно в Роша-Шана произошел вот этот такой склон гораздо к любви к своему народу. Потом в итоге через 10 дней мы получили опять обручальное кольцо в виде двух скрижал. И поэтому Всевышний говорит, я хочу, чтобы именно в эти дни судился мой народ. Почему? Потому что поскольку исторически это связано с Йома-Кипурим, произошло милосердие Всевышнего именно в эти дни. Также я хочу, чтобы вы судили, суд произошел над вами именно в эти дни. Поэтому, как я сказал, опять-таки мы именно в эти дни говорим слихо, трубим шофаром, пробуждаем, делаем чугу. Мы хотим прийти перед Всевышним чистенькими. Даже если мы что-то не то сделали, мы говорим Всевышний, мы жалеем то, что мы плохо себя вели. Мы больше не будем никогда это делать. Мы говорим это все, высказываем это все, и тогда Всевышний принимает и записывает, и запечатывает нас в этом суде к доброй жизни. Но это требует подготовку. То есть мы видели, с одной стороны написано шофар. Шофар это заповедь тоже. Шофар в тот момент происходит суд. И когда в тот момент, когда я выполняю, и как этот суд тоже очень влияет, как Раши говорит нам, когда именно в тот момент, когда и Всевышний видит, несмотря на то, что шофар, казалось бы, она чуть-чуть такая, как вам сказать, такая несовсем дикая какая-то, берется шофар, берется рог, и трубится в шофар, и так далее, потому что Всевышний сказал, и мы это делаем. Мы это делаем с любовью, мы это делаем с радостью. Мы не всегда понимаем, почему мы это делаем, зачем мы это делаем, и так далее, но это мы делаем. И это, когда происходит, так всегда есть обвинитель, есть прокурор, есть адвокат, и вот этот прокурор, когда видит, с такой любовью мы выполняем заповеди Всевышнего, даже когда мы их не понимаем, любая заповедь, в этот момент этот шофар, тогда этот прокурор не может никакие гадости про нас говорить, не может говорить никакие сплетни, и Всевышний записывает нас в добрый, хороший, прекрасный год. В принципе, я закончил. Если есть вопросы, пожалуйста, участники, есть вопросы? Вопросов нет, но думаю, не потому, что понятно, а потому, что надо еще раз обдумать то, что Раф сказал. Такое у меня ощущение. Окей? Ну, хорошо, надо переварить. переваривание это тоже часть ущербного процесса, правильно? Может, в следующий раз, когда встретимся, задавайте вопросы, обсудим. Хорошо, нет проблем, переварим и будем спрашивать. Давайте, шавуа. Хорошо, все, шавуа тоф, шавуа тоф, всем счастливо, пока. Продолжение следует...